Больше 20 зареченских школьников стали победителями городского семейного фотоконкурса «Читательский объектив». В числе награжденных – воспитанник детского сада номер 7 Александр Громак. Юный читатель на творческом испытании представил работу, которую ему помогли оформить родители. Про что был фотоконкурс? Про книжную. Ты любишь читать? Ну, не очень. А читать умеешь? Пробуешь уже? Ну, чуть-чуть, да. А расскажи, пожалуйста, ты про что книжки любишь? Про «Человека-паука», про «Автоботов» и про военных. Такие книжки я люблю. Вы с мамой вместе, наверное, придумали фотографию, да? Да. Что там на этой фотографии? Что ты делаешь? Что у тебя там в руках? Да, я смотрю книжку с Леусиком. С кем? С Леусиком. Это кто? Это моя сестра, вот она. Две дочери Александра Малышева, Аня и Яна, не расстаются с книгой даже во время прогулок по родному городу. Фотографию для конкурса семья сделала рядом с Дворцом культуры «Современник». Долго не придумывали, много путешествуем по городу, знаем, где интересные места. Поэтому, как бы, особо, у нас комфортный город, особо проблем на сыворотах мест не было. Интересно ли было вообще участвовать в этом конкурсе? И что читают у вас дети? Какие книги? Читаем мы в основном сказки, ну, отечественные, иногда бывают иностранную, ну, литературу. В основном, как бы, я им читаю, ну, на ночь. Иногда уже начинаем читать мы вместе. Городской семейный фотоконкурс «Читательский объектив» проводился с июня по август. В нем приняли участие 130 зареченских семей. Всего было представлено 142 работы в трех номинациях. Замечены с книгой, в объективе библиотека и город, в котором хочется читать. Конкурс проводился при поддержке городского сообщества «Открытая дверь». Любимые наши участники, мы с вами встречаемся не первый раз, и вы нас продолжаете удивлять. Вы своим творчеством преобразуете и украшаете все городское пространство. Работы участников и победителей городского семейного фотоконкурса «Читательский объектив» можно посмотреть в Центральной городской библиотеке. Выставка будет работать в течение сентября. Наталья Елистратова, Ксения Тризна, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».